Хорошо, начинаем нашу с вами работу. Тема, она очень важная, она очень серьезная и, честно, я вам скажу, очень сложная. Почему? Потому что медицинской научной литературы море, простого, понятно, популярного изложения этой темы практически нигде не найдешь. Я эту тему начал готовить еще пару лет назад для Виктория на сайте normet.ru. Знаете, там есть сегодня видео-лекция дыхания, но не успели, там студии потом перепрофилировали. Остался в резерве на материал, но счастливый случай, что мы с вами можем эту тему конкретно обсудить, погрузиться, вы первые, наверное, в мире, скажем так, слушатели этой темы. Она касается, в принципе, каждого, потому что иммунитет – это основа нашей жизни. Содержание нашей встречи и текста видите от начала до конца. Но, к сожалению, когда говорят об иммунитете, говорят как-то очень, скажем так, в общих чертах. И вот это дурацкое выражение «укреплять иммунитет» – оно вообще бестолковое, бессмысленное и даже, я бы сказал, вредное. Потому что люди представляют иммунитет как, скажем так, сторожевую овчарку, которую нужно дрессировать. А на самом деле это сложнейшая система, в которую, если и нужно вмешиваться, то только очень тонко и очень сложно. Вы знаете, что есть отдельная медицинская врачебная специальность. Наука есть иммунология, есть специальность есть врач-иммунолог. Их не так уж много, но, в принципе, в крупных городах, в крупных регионах эти специалисты есть. И даже если у вас возникнет необходимость обращаться к иммунологу, ну, у вас, у ваших родственников, не дай бог, все-таки некоторые общие моменты нужно уже представлять. Поэтому начнем мы разбираться в вопросах, что такое иммунитет, зачем он нужен, как его проверить. И коснемся не специфической противоинфекционной защите организма, а, ну, по-другому, не специфические факторы защиты. То, что имеет все-таки прямое непосредственное отношение к иммунитету в том числе. Ну, иммунитет, само по себе слово имеет, латинское происхождение, это, скажем так, определенная свобода и защита. Раньше это в отношении налогов использовалось. И когда мы говорим об иммунитете, нужно помнить, что организм имеет, скажем так, две части своих защитных сил, которые касаются, во-первых, не специфических факторов, то есть против всех, это не специфические защитные реакции, они не имеют отношения прямо к иммунитету. А иммунитет, если отвечать конкретно, вот если бы я был студентом, меня спросили на экзамене, что такое иммунитет, я бы ответил, что это функция иммунной системы, которая представляет себя комплекс, то есть большое количество различных факторов, специфических реакций организма по защите. А от кого защищать? От вредных, то есть неродственных нам генетически чужеродных веществ. И вы знаете, что эти вещества называются антигены, то есть против нашей жизни. И иммунитет стоит на стаже нашей индивидуальной, скажем так, неповторимой природы. Поэтому вы знаете, что пересадка органов от человека к человеку требует определенной подготовки, именно потому, что несовместимость иммунной системы начинает бунтовать на появление чужого белка в организме. Вы знаете, что переливание крови имеет свои определенные особенности. Иммунитет это наша с вами индивидуальность, биологическая. Ну, скажем так же, как характер, это психологическая индивидуальность. Но что очень важно, вот мы сказали, характер, это индивидуальность, мозг, психическая система имеет свои механизмы памяти, и оказывается, что наша иммунологическая, иммунная система тоже имеет свойства памяти. Поэтому если мы в детстве первый раз с каким-то микробом постричали, у нас возникает острая реакция, тяжелая, мы долго можем болеть, недели, две, три, то в памяти организма, в иммунной системе, в архиве ее памяти характеристики этого микроба уже сохранились, и второй раз мы уже болеем быстрее, проще и легче, без проблем. Ну и, кстати, вот это свойство памяти, оно как раз и лежит в основе положительного эффекта прививок, вакцинации. И иммунная система, она все-таки является неизолированной у нас с вами, она работает содружественно с другими системами, которые обеспечивают нашу внутреннюю стабильность, то есть гомеостаз, это стабильность подстреливаться внутренней среды, она работает как равный партнер наравне с нервной и эндокринной системой. И если мы в России, но и в ряде странах, все еще как-то человека делим по частям, и у нас отдельно описывается нервная система, эндокринная, иммунная, то в принципе в мировой медицине уже есть понятие единой целостной системы, которая составляет и психическую, и эндокринную, и иммунную составляющую. Ну мы сейчас говорим просто об иммунитете, как об особенностях и свойствах иммунной системы. Итак, что такое иммунитет, это мы с вами решили, это функция иммунной системы, какой он бывает. Врожденный, то что мы получаем от родителей, это способность уже с первого дня жизни некоторые инфекции не воспринимают. Ну вот есть пример такой характерный, что некоторые заболевания, которые бывают у животных, у сельскохозяйственных, для человека совершенно не опасны. Это пример врожденного иммунитета. А приобретенный, это невосприимчивость к антигену, к вредному фактору, который возникает после контакта с ним. Либо это в процессе заболевания, либо это вот пример вакцинации. Когда фактор вредный, опасный для жизни, в ослабленном формате, вводится в организм, мы проходили прививки, и у нас формируется устойчивость. Кроме вот этих понятий врожденный, приобретенный, и в медицинской литературе, и в нашей с вами жизни, есть некоторые другие термины и характеристики. То есть иммунитет по направлению антитоксический, против микробов, токсинов, противовирусный, противогребковый, противобактериальный. На фоне развития трансплантологии, науки о пересадке органов, появилось такое понятие трансплантационный иммунитет. То есть те состояния, те процессы, которые возникают в иммунной системе при пересадке органов от другого человека. И есть, обращая ваше внимание, вот это название противоопухолевый иммунитет. В конце нашей самой встречи будет маленький фрагмент, как дыхание связано с иммунитетом и онкологией, но там мы эту тему немножко коснемся. То есть у нас с вами есть определенные факторы защитные, которые специально работают против тех аномальных раковых клеток, которые ежедневно, у каждого из нас с вами ежедневно возникают клетки, которые могут потом превратиться в страшные раковые клетки. Но, если ваша иммунная система активна и здорова, и фактор противоопухолевый иммунитет работает стабильно, никакой рак вам не страшен. И некоторые уже специфические понятия гуморальный иммунитет. Слово humor латинское обозначает жидкость. То есть гуморальный иммунитет это то, что проявляется и выражается в действии веществ, которые находятся в наших жидкостях. Прежде всего это кровь и лимфа. Вы знаете, что есть вторая очень активная среда, жидкостная лимфа, которая очищает органы и ткани. Есть понятие клеточный иммунитет. То есть это иммунитет, который связан с работой специальных клеток. Их называют иммунокомпетентные. И есть понятие, которое соединяет и клеточный, и гуморальный иммунитет. Так и называется клеточный гуморальный иммунитет. И когда возникает вопрос, надо стимулировать иммунитет, я говорю, ребята, а какой иммунитет, гуморальный или клеточный? И начинаем уже думать, что надо сначала проверить, что у нас есть, а потом уже решать, что с этим делать. Наиболее актуальный для нас с вами иммунитет – это антимикробный, потому что мы с вами и снаружи, и внутри находимся в окружении микробов. Но если в кишечнике микробы они полезны, то снаружи в воздухе хороших микробов практически нет. Мы все время должны защищаться в процессе дыхания от этих временных для нас веществ. И антимикробный иммунитет, он может быть стерильным, если даже нет микробов в организме, и нестерильный, когда находится какой-то микроб, ну тот же вирус, например, вред гриппа. И иммунитет по локализации. Иммунитет, резистентность, устойчивость к каким-то вредным веществам. По локализации он может быть местным, например, защита слизистых оболочек, прежде всего носа, носоглотки, ну и части кожи в том числе. И может быть системным, когда он работает на уровне всего организма, прежде всего это те иммунные клетки, которые циркулируют в лимфе, внутри наших органов и тканей. Ну вот, что нужно обратить внимание, что вот в этом противомикробном, противоинфекционном иммунитете главной функцией является прежде всего, как первая линия обороны, это защита наших тканей и защита посредством механического удаления микробов. Ну, как дворник работает каждый день на улице. Так и у нас с вами работают эти процессы очищения механического, называется клейманс. Ну, сейчас всем известно, это слово английское. Кликлинговые компании, которые работают по очищению помещений и так далее. И наиболее доступный, известный и понятный всем механизм, а вот этого... Тут у нас кто-то без звука, Марина Шерстюк. Ну, техники будут разбираться, я продолжаю. Тут у нас получается, что постоянно работает слизистая оболочка верхних дыхательных путей, прежде всего, именно по механизму клиренса, очищения, удаления. И она определенным образом функционирует, защищая и полость носа, и носоглотки, и придаточных пазух. Она является важнейшим фактором, который зависит уже состояние всех остальных наших иммунных процессов в отношении защиты от микробов. И защита идет не только от микробов в процессе клиренса, но и все, кто живет в крупных городах, видите, какая у нас дикая экология. В воздухе очень много мусора, мягко говоря. Поэтому защита идет еще и от вредных механических и химических раздражителей, которые находятся в атмосфере. Либо, например, люди работают в офисе, там тоже воздух очень нездоровый. И вот эта система работает на защиту еще и не только от микробов, но и от механических, химических раздражителей. И запоминаем это слово клиренс. Дальше оно будет звучать, вот здесь видим в скобочках вот это выражение. Сейчас я его подведу. Мука-целиарный транспорт. Ну транспорт, понятно, что переносит. Мука, это рутинское слово мука, слизь, а цели – это реснички. Я всегда, когда объясняю понятие мука-целиарного транспорта, я говорю, кто был в метро, либо даже в кино видел. Вот видите, эскалатор постоянно крутится и пассажиров все время выносит за пределы эскалатора. Вот мука-целиарный транспорт – это то, что у нас с вами работает, как хороший эскалатор, убирая все, что туда попало. Но на самом деле нам с вами не нужно. То есть иммунитет нужен для защиты от вредных факторов. И вот именно неспецифические механизмы являются первой линией обороны, которая работает против всех вредных факторов. Но когда эти факторы слабеют, неспецифическая защита, либо когда агрессор, например, много микробов или очень вредная атмосфера, то включаются уже активно специфические факторы иммунитета. Иммунитет поддерживает нашу с вами жизнедеятельность таким образом, что выводит ненужные нам клетки, белки, токсины и регулирует процессы восстановления тканей. Таким образом он регулирует наше с вами биологическое состояние, биологическое равновесие. И прежде всего мы с вами знаем, когда пытаемся определить состояние иммунитета, что когда мы сдаем общий анализ крови, у нас есть красная кровь, эритроциты, гемоглобин, и мы все очень внимательно смотрим, сколько у нас белых клеток крови, лейкоцитарная формула, лимфоциты, лейкоциты, мы о них подробно поговорим. Это как раз биологический фактор нашего иммунитета, который работает в крови. С чем борется иммунитет? Иммунитет борется с антигенами. Это то, что против нашего организма действует. Эти антигены поступают, например, с пищей. Ну, самый простой пример, если мы посмотрим с вами на упаковку любой шоколадки, печенья, вапель и так далее, мы видим, сколько там самых разных наполнителей, консилантов, стабилизаторов и прочее, прочее, прочее. Все это может выступать в виде антигенов и приводить к аллергии. Поэтому, вы знаете, есть справочники, где писаны вот эти Ешки, буква Е, разные наполнители, разные стабилизаторы. И там есть определенные параметры, вы тоже читаете информацию, что есть то, что вообще нельзя носить, но не попадает. Микробные антигены, всем понятно, пневмококки, стафилококки, стрептококки и прочие, прочие микробы и вирусы. Бытовые антигены, ну, самые известные нам сами примеры, это самая различная бытовая химия. Это и спреи, это и средства для чищения посуды, и вяных комнат и прочее, прочее. И антигены, вредные для нашего организма, вещества могут возникать и внутри организма, ну, как правило, чаще всего, либо в процессе какого-то отравления, либо в процессе различных инфекционных заболеваний. И что нужно отметить, что по своему составу, по своей химической, биологической природе они представляют разные группы веществ. Это могут быть белки, это могут быть сложные компоненты углеводного плана типа полисахариды, комплексные соединения биохимические, это отдельная тема. Вот, когда мы с вами говорили о врожденном, приобретенном иммунитете, о том, что иммунитет защищает нашу с вами индивидуальную биологическую природу, вот обратите внимание, что антигены клетки плода по отношению к матери. Вроде бы, два родных существа, мама вынашивает ребенка, но все-таки плод, это ребенок, это самостоятельное биологическое существо, и клетки имеют антигенный характер. Спермы относительно влагалища, кровь одного человека относительно другого, и еще есть ряд таких примеров, совершенно неожиданных, если тему первый раз рассматриваешь. Вот функция памяти иммунитета очень интересная. Есть такие особые клетки Т-лимфоциты, мы о них дальше поговорим. Так смотрите, какая долгая память, до 20 лет лимфоциты могут помнить того врага, того микроба, с которым когда-то встречались. То есть это действительно очень хороший, скажем так, от природы, нам с вами бонус для выживания. Один раз с туберкулезной палочкой встретился, организм ее переборол, 20 лет он про нее помнит, хотя сейчас мы знаем, что туберкулез прогрессирует, потому что микроб очень быстро изменяет свою структуру и выживает в любых условиях химиотерапии. И вот на фоне развития иммунологии, на фоне изучения и погружения в глубины иммунной системы, на фоне злоупотребления лекарственными препаратами, начиная с антибиотиков и так далее, на фоне бесконечных радиационных трагедий, не только Чернобыль, это и локальные трагедии, и подводные лодки и так далее, стало ясно, что у человека может возникать состояние слабости иммунной системы, который называется иммунодефицит. Вот здесь нужно выделить две формы иммунодефицита. Первичный, который возникает на фоне генетических поломок, он с раннего детства, уже в полгода, в год уже признаки можно найти, у взрослых редко возникает, не доживают до взрослого возраста. Люди с рожденным иммунодефицитом, они очень уязвимы. И вторичные иммунодефициты, которые возникают по действиям факторов, вызывающих иммунодефицит. Ну, характернейший пример иммунодефицита вторичного, мы с вами все со слезами на глазах смотрим, как на первом канале просят помочь детям, которые проходят облучение по онкологии, они все лысые, все в масках, вот это вторичный иммунодефицит. Государство тратит деньги на Олимпиады, а детей должны мы с вами спасать. Иммунодефицит, если он не крайне тяжелый, в принципе, при нормальных условиях жизни и социальных условиях, он может пройти как временная, скажем так, слабость функции. Ну, что я обращаю ваше внимание, вот тут у нас внизу выделено жирным, причина иммунодефицита. Он возникать может быть в том числе и при потере белка. Белок – это основной компонент функции иммунной системы. Есть белки, иммунная система называется иммуноглобулины, поэтому для тех, кто увлекается разными диетами, голоданиями и прочими, нужно все-таки быть внимательным к качеству альтернативного питания, потому что, может быть, если вы не кушаете животный белок, но вы умело составили свой рацион из викторианской диеты, будет полноценный состав аминокислот, тогда иммунная система будет получать возможность нормально восстанавливаться. Когда бросаются в дикие диеты, ну там, кстати, в конце потом пример будет панкология, то получают печальные последствия. Потеря белка где еще может быть? Она может быть, например, при ожогах тяжелых, токсических, она может быть при каких-то серьезных заболеваниях, ну, например, у человека резекция желудка, был рак, убавил две трети желудка, там сложное питание временно, и такие проблемы могут возникать. Для того, чтобы определиться именно с иммунитетом, есть специальное исследование, называется это исследование в общем иммунограмма. Если у вас возникает подозрение на то, что вы находитесь в состоянии иммунодефицита, это самый простой распространенный бытовой пример. Если иммунная система слабая, то у вас, как правило, частые респираторные простудные заболевания. И они частые, они долго тянутся, и не получается полностью восстановиться. Одна простуда закончилась через 5-10 дней, снова что-то не так. И в статьях иммунологов, вот я специально вот эту формулировку выделил, и внес в наш с вами семинар, нет такого понятия, просто слабый иммунитет. Специалисты, иммунологи, они в статьях своих таких популярного плана так отражают, что нет, понятия слабый иммунитет. Может быть слабость какого-то звена иммунитета, но чтобы иммунитет слабым был в целом, они это не рассматривают. И иммунологи так отмечают, что иммунная система это очень сложный и тонко, четко сбалансированный механизм, и когда всклюпуют, пытаются давать и стимулировать иммунитет, можно себе настимулировать то, чего не надо, потому что не может быть, чтобы вся иммунная система была слабая. Какое-то звено может быть ослаблено, а какое-то в норме гидокальпинсопорно усилено. И вслепую дергая иммунитет, можно себя ввести в еще более сложные проблемы клинические. Сама по себе иммунограмма имеет такие названия, как иммунный статус, иммунологическое исследование, либо анализ на иммунитет. Это комплекс лабораторных исследований, которые позволяют оценить и количество, и качество. Количественные и качественные показатели иммунной системы. Основные составляющие иммунограммы определяют состояние клеточного иммунитета, какие клетки, в каком количестве и как работают. Определяют уровень белков, которые работают в иммунной системе. Эти белки называются иммуноглобулины. У нас есть белки альбумины и глобулины. Но альбумин вы все видите, когда вы начинаете отваривать куриное мясо, появляется пенка. Вот не надо выкидывать, если вы думаете о здоровье своем, потому что это как раз альбумины вывариваются, в виде пенки появляются. Глобулин это немножко другой по химической структуре белок. И третий такой важный компонент иммунограммы фагоцитарная активность нейтрофилов. Нейтрофилы это один из видов иммунных клеток. Вы ее в анализе крови всегда можете видеть. Фагоцитарная это способность этих нейтрофилов уничтожать микробы. Об этом немножко дальше начнемся, но я сразу объясняю, чтобы было понятно. Фагоцитарная активность нейтрофилов. Насколько эти клетки способны уничтожать вредных микробов. Вот сейчас интересно, картиночка будет. Вот эти картинки видят лаборанты, потом они вам заполняют анализ, и видите, что клеточки они все немножко разные. То есть, когда мы с вами сдаем кровь, делают мазок, выполняют определенный краситель, и разные по своей структуре клетки по-разному окрашиваются. Поэтому они называются, вот видите, как интересно, палочкоядерные, эзинофилы, моноциты, сегментоядерные. Это просто специфика этих клеток, которые входят в группу лейкоцитов. Лейко – это белые лейкоциты, белые кровяные клетки. Лейкоцитарная формула – это соотношение клеток, которые у нас в этом отряде работают. И особые клетки – это клетки иммунной системы, иммуннокомпетентные. Они из группы лейкоцитов, но они в подгруппе лимфоцитов, потому что они в основном в лимфе работают. И они называются Т и Б, потому что они формируются в разных тканях. Т-лимфоциты и Б-лимфоциты – это самые главные, ну, скажем так, ударники иммунного фронта. На них держится специфическая защита от многих-многих очень опасных микробов. Запоминаемых Т-лимфоцитов – наши с вами друзья. Значит, первая часть иммунограммы – это система клеточного иммунитета, какие клетки, как работают по нашей защите. И второй момент – это иммуноглобулины, белки иммунной системы. Их вообще-то 5 группов. Еще есть группа Д, но она так не всегда даже описывается в научных статьях. Иммуноглобулины – это белки иммунной системы, которые работают по защите от вредных нас веществ, которых называем мы антигенами. Их 4 основных группы – иммуноглобулин А, вот этот значок ИГ – это иммуноглобулин сокращенный по-медицински. Он работает в основном на уровне слизистых оболочек. Ну, прежде всего, конечно, мы с носом о нем поговорим. Как пограничник. Иммуноглобулин М. Он формируется уже у нас с вами, когда у маного в животике лежали. Он очень активен в плане регуляции иммунной системы. И вот процесс фагоцитоз, когда клетки фагоциты захватывают и переваривают твердые частицы, как раз иммуноглобулин и регулируют. Видите, какая связь между гуморальным и клеточным иммунитетом? Вроде бы есть клетка фагоцит, которая работает как дворник, но за его работой назначат контролер в виде иммуноглобулина. Поэтому, если даже, наверное, с вами разбираться с клеточным иммунитетом, все равно нужно посмотреть содержание иммуноглобулина, потому что два звена одного процесса. И иммуноглобулин, он очень ярко проявляется, когда начинается процесс острый. А вот если процесс хронический и долго идет, и нужно долго бороться, тогда работает иммуноглобулин G. При онкологии часто он появляется. И очень интересный такой иммуноглобулин G. Ну, вы все знаете, что сейчас скоро на носу уже аллергия, по России уже, в общем-то, без снега. У нас сегодня у нас ибирский снежок шел такой, у вас еще-то может быть потеплее. Так вот, когда формируется процесс аллергический, тогда активно появляется иммуноглобулин G. Он вроде бы и защищает нас от паразитов, но защита его протекает с увеличением образованной слизи, поэтому потом больные либо чихают постоянно, из носа слизь идет, либо астматики задыхаются. Но иммуноглобулин делает свое дело. Он для этого назначен природой. И вот третий важный раздел иммунограммы это фагоцитабная активность нейтрофилов. Нейтрофилы особой клетки и насколько они активно работают, так как, делаясь определенным способом, параметры достаточно высокие, 69 и больше, это хорошие показатели. Когда их меньше, это говорит о том, что они уже нас не защищают и нужно разбираться. Либо это временный спад, либо если есть подозрения, тем более хронические заболевания, все равно через 2-3 недели нужно повторить. Не только один показатель, а снова проверить всю иммунограмму. Если через 2-3 недели мы сами видим, что сохраняются хотя бы на 40% те нарушения, которые были, это уже говорит о том, что нужно заняться здоровьем и с иммунной системой разбираться. Поскольку это исследование, проведение иммунограммы, оно такое общее, не специфическое, то эти показания крайне ограничены. В период менструации не проводятся, а при облучении, инфекционных заболеваниях, но еще рекомендуют, как минимум сутки до иммунограммы не курить и исключить физические нагрузки, потому что иммунная система реагирует и на стресс физические нагрузки, мы об этом поговорим, и желательно нахочать, потому что после приема пищи, например, количество лейкоцитов может увеличиваться. И, кстати, мы потом будем говорить о биоритмах, утром и вечером разные параметры, поэтому лучше проводить, скажем, в одно и то же время, обычно с утра проводят. Это что такое иммунитет, и как с ним познакомиться. Неспецифическая противоинфекционная защита, либо, простым словом, резистентность, сопротивляемость. Это общий защитный ресурс организма от разных вредных факторов, не специфический общий. Он имеет определенную связь с микрофлорой организма и слизистых оболочек и кишечника, но все-таки это не специфическая защита, которая поддерживает и усиливает наши возможности специфические. В каких направлениях работает наша общая резистентность и не специфическая защита? Это механические факторы, физико-химические и иммунно-биологические. Так вот, когда мы видим, слышим, наблюдаем, что люди выходят на улицу, обливаются двумя ведрами холодной водой, говорят, я укрепляю иммунитет. Я говорю, извините, фига. Вы укрепляете не специфическую защиту, но не иммунитет. И немножко про закаливание и про холодовые процедуры у нас там будет сюжет в трехминутном виде. Посмотрите, очень интересный. Так вот, не специфическая защита, она необходима. Она имеет для нас с вами такую же ценность, как и специфическая иммунная система. В этом направлении у нас с вами есть механические факторы, кожи и слизистые. Ну, вы знаете, что кожа наша постоянно обновляется, и не надо ее усиленно натирать мочалками и усиленно мылить, потому что как раз вот излишняя механическая чистка кожи, она приводит не к чистоте, а к снижению ее защитных свойств. Физико-химические факторы. Мы с вами знаем, что человеческий пот не самая приятная по запаху жидкость, но как раз вот эти все содержащиеся в наших выделениях органические кислоты, уксусная, молочная, муравьина и так далее, а также кислоты, которые уделяются пищеварительной системе, они как раз являются факторами неспецифической защиты. И вот интересный момент, к которому мы вернемся еще в следующих, поведем в следующих сюжетах, это фермент лизоцин. Такое интересное название. Фермент универсальный, уникальный, слеза, слюна, другие ткани, от которых он может поспать в кровь, он работает именно как универсальный растворитель. Само слово лизис греческое это растворение, поэтому этот фермент, он лизирует, говоря по-научному, а по-русски простыми словами, растворяет стенку бактерии. И бактерия перестает жить. И лейкоциты, белые кровные клетки, они наиболее богаты из всех других клеток именно лизоцином, как неспецифическим универсальным защитным средством. И третий фрагмент неспецифической защиты это иммунно-биологические факторы. Это не специальные клетки, это не специальные белки, но это химические соединения, которые вырабатываются в клетках постоянно и работают именно как химические защитные вещества. Гуморальный фактор, мы уже говорили, гумор, это жидкость, то, что находится в крови и в той же лимфе это белки и специальные. Ну, всем известно такое слово название интерферон. Это один из гуморальных факторов неспецифической защиты. Есть клеточные факторы, это те клетки, которые способны уничтожать микробов любых без разбору и категорически, поэтому их называют таким жутким словом киллеры. Ну, всем сейчас после всяких этих детекилов известно понятие киллер, это убийца наемный. Так вот, эти клетки так и называются естественники киллеры или натуральные киллеры. Они работают против самых разных вредных клеток, в том числе и противораковых. Мы с вами говорили противоопухолем иммунитете. Вот эти киллеры работают против вредных раковых клеток. И процесс уничтожения вредных микробов, которые осуществляют киллеры, называется фагоцитоз. Слово цитоз это клетка, фагоцитоз это пожар. Это обзор, когда детям объясняют тему. Фагоцитоз это процесс, когда фагоцит, ну вот видите, как интересная картинка, он вредную клетку как бы в себя втягивает, обволакивает, она погружается внутрь клетки, а потом он ее ферментами уничтожает. И поскольку мы постоянно находимся в окружении очень большого количества вредных микробов, в процессе идет постоянно и фагоциты как хорошая полиция циркулирует по городу днем и ночью, так и фагоциты по организму постоянно циркулируют, чтобы в любой момент, где у вас не была царапина на ноге, либо на руке, либо в нос попал микроб, найти этого врага и уничтожить. Это наравне с Т-Б-лимфоцитами, но, наверное, то эти наши самые лучшие друзья в плане защиты от микроорганизмов. Что такое иммунитет, как его проверить и как он связан с неспецифической защитой организма, мы в общем посмотрели, теперь идем дальше. Где же живет наш с вами иммунитет? Если посмотреть внимательно, он живет в принципе везде, но все-таки есть определенные моменты точки локализации. И как в любой системе, система всегда имеет центральный звеной периферический, в иммунитете есть центральные органы, мы с вами видим, что это красный костный мозг и кинус, вилочковая железа. Красный костный мозг, он находится внутри костей, локализацию рассмотрим, а вилочковая железа, она находится у нас недалеко от сердца. Центральные органы, они нам скажем так, обеспечивают производство иммунных клеток. Это место, я так называю, что это роддом для иммунных клеток, центральные органы. А периферические органы, это место работы иммунных клеток. И здесь разделяются два вида, локальные, это то, что имеет капсулы, ну как яйцо покрыто скорлупой, так, скажем, капсула покрывает эти органы. Всем известно, что у нас есть селезенка, вот это органы, которые имеют отношение не только к коридроцитам, но являются органом иммунной системы. И лимфатические узлы, все знают, что если что-то там не так, например, ангина, то уже лимфоузлы под челюстью начинают распухать. И есть неинкапсулированные, то есть те скопления иммунных клеток, лимфоидная ткань, ее называют, которые рассеянные по всему организму, по всем дыхательным путям в кишечнике масса, но аппендикс, вы знаете, что это орган иммунной системы, мочеполовые пути в том числе. Поэтому иммунитет у нас живет во всем организме, но и локализован в местах производства иммунных клеток костной мозги и лимфоидной железы и находится на периферии в лимфоузлах селезенки и работает по всем органам, камерным циркулирует клетки. Теперь немножко конкретно об этих частях иммунной системы. Где живет иммунитет? Красный костный мозг. Плоские кости, ну, кости черепа плоские, кости таза плоские, ребра тоже плоские, кости считаются, там красный мозг, есть грудина, один из очень интересных органов, кости черепа, тут я не досмотрел кости, написано кости черепа, позвонки и концы длинных костей. Но длинные кости это у нас с вами прежде всего бедренные, кости голени, кости плечевая, кости предплеща, вот именно концы, их называют эпифизы, не буду пытать вас, просто концы длинных костей, там находится красный костный мозг, а внутри длинных костей находится желтая, это уже немножко другая тема. Так вот, всем известно выражение стволовые клетки, сейчас же пошла модом эти процедуры, так вот, именно стволовые клетки не являются неспецифическими незрелыми общего плана и костный мозг как раз местонахождение этих неспецифических незрелых стволовых клеток, из которых потом формируются по необходимости специфические, как говорят, тростки либо формы. Если нужно, то из этих клеток формируются клетки лейкоцитарные, то что относится к белой крови, если организму не хватает эритроцитов после кровотечения, травмы, ромнения, операции, нарабатываются эритроциты красные кровяные клетки. Но если плохо с тромбоцитами, свертомость крови плохая, то тромбоциты наработаются. Вот это универсальный источник наших специфических клеток. Как я говорю, родительский дом, начало, начало. И специфика вот этих клеток, которые потом появляются из незрелых клеток, она определяется и функции. Лейкоциты защитят от инфекции, эритроциты работают на газообмен, везут в клетки кислород, обратно вывозят углекислый газ, тромбоциты обеспечивают свертомость крови. И костный мозг это место, где образуются Б-лимфоциты, специфический уже отдел лимфатических клеток. Второй орган центральный для иммунитета это вилочковая железа, либо тимус ее называют так. Она находится, ну вот видите, немножко выше над сердцем. Органы очень интересные, железа сама по себе не крупная, но она не только работает на иммунную систему, еще выделяет определенные гормоны. Вот лимфоцит АПС это значит созревание, выработка лимфоцитов, а иммуногенез это функция регуляции иммунной системы. И вот здесь формируются Т-лимфоциты, то есть незрелые клетки, которые родились в красном костном мозге и с кости попадают с кровью в тимус, и там они уже проходят специализацию обучения дальнейшее, как в школе. Родились детский сад у них костный мозг, а специализация уже в тимусе. И в группе Т-лимфоцитов может быть три скажем так отряда специализированных. Либо это киллеры, которые бактерии уничтожают, либо это хелперы, которые регулируют иммунные процессы гуморальные, мы уже об этом говорили, либо это супрессоры, которые регулируют состояние других клеток иммунной системы, если они слишком активно работают, они их немножко снижают, чтобы был баланс в иммунной системе, чтобы не было именно, скажем так, дисфункции, которая потом к дефициту приводит. Но смотрите, когда мы с вами родились, масса тимуса была всего 15 грамм, это даже представить как немножко сложно, вот, где-то к 16 годам в два раза фактически может увеличиться, а процесс старения, он аналогично, четко сочетается с процессом уменьшения массы вилочковой железы атрофия в 75 лет, он весит более чем в два раза меньше, чем при рождении. То есть, процесс старения организма сопровождается ослаблением функции тимуса и, соответственно, функции иммунной системы. И если говорить конкретно, как это проявляется, то, если посмотреть на объективную статистику смертности пожилых людей, то второй причиной смертности пожилых людей в мире, не только в нашей несчастной стране России, является пневмония, воспаление легочной ткани, с которой организм не может справиться. Легкие, слабые и иммунная система все уже не тянет. Так вот, первый центральный орган красный мозг, второй это тимус вилочного железа. Периферия, куда дальше потом идут клетки, селезенка. Зачем она нужна? Она нужна за тем, чтобы контролировать процессы иммунного плана в крови. Вот здесь специализация. Селезенка у нас работает на контроль на иммунные процессы в крови, а лимфатические узлы, они работают по очистке, по контролю над состоянием лимфы. Лимфа это очень интересная жидкость, она практически бесцветная, она не имеет тесторону практически, белков немного, иринтоцитов нет, но именно в лимфе в большом количестве находится именно в важной клетке лимфоциты. Поскольку лимфа находится постоянно в движении, особенно если мы нормально дышим и хорошо двигаемся, то эти лимфоциты с током лимфы по всему организму проходят и доходят до самых отдаленных участков, контролируя что там и как находятся и как делятся клетки и если нужно уничтожают вредные клетки. это называется барьерная фильтрационная функция лимфатических узлов. касаясь печальной темы онкологии вы знаете что бывает так онкология ставится не просто по названию рака не просто по месту локализации например рак матки но ставится несколько параметров места локализации а потом еще отмечается параметр наличия метастазов там есть такой значок не буду говорить что вас не отвлекает но там значок обозначает в каких лимфовозлах ближайших либо в отдаленных есть метастазы когда уже совсем капут то там уже отмечается что метастазы есть в отдаленных органах например у человека рак предстатной железы а метастазы раковые клетки легких почему а потому что они туда через лимфатические пути пробились лимфовозлы не справились часть этих раковых клеток убили а часть успела проскочить метастазы перемещенные участки клеток так вот лимфовозлы работают на контроль по лимфе и там в частности может проходить даже образование ПЕБ клеток именно памяти ну после того как подрались память осталась так и в лимфовозлах когда они клоп уничтожили тогда и процесс запоминания произошел и вот это очень интересная тема там мы говорили что кроме капсулированных органов есть не инкапсулированные рассеянные это одно из открытий иммунной системы которая ну уже сейчас не обсуждается не остается что у нас имеется единая система слизистых оболочек то есть слизистые оболочки органам дыхания органов пищеварения половых органов и так далее и так далее они в целом рассматриваются как единая система несмотря на то что вроде бы в различных органах находятся это единая иммунная система слизистых оболочек, но слизистых оболочек включает прежде всего важную для нас с вами такие отделы, как лимфоидная ткань бронхов и носоглотки. Это с одной стороны является частью иммунной системы, а с другой стороны это же часть органов дыхания, поэтому здесь уже напрямую анатомическая связь между дыханием и иммунной системой. И уже вот именно с этого момента единой иммунной системы слизистых оболочек мы переходим через мостик к пониманию, как иммунитет связан с дыханием. Прежде всего мы уже начинали, когда обсуждали ощущение, механические факторы иммунитета и специфических факторов это то, что клетки слизистой оболочки носа, трахеи и бронхов постоянно выделяют этот секрет слизистый на этот секрет попадают различные микробы вредные частички и этот секрет не просто стоит как в застойном болоте а в результате работы ресничек, цилий идет постоянное движение и выведение вот я еще раз это слово отмечу цилий латинское название по-русски реснички и вот этот транспорт этот эскалатор работает постоянно утром, днем и ночью в бане и на работе но смотрите как мудро установлено в полости носа этот секрет эта слизь идет в двух разных противоположных потоках из передних отделов носа направлена к входу потому что это ближе а в верхних отделах носа слизь поднимается в носоглотку в ротоглотку и потом попадает к пищеводу заглатывается ну иногда выплевывается если мы кашляем и функция ресничика значит мукоцеллярного транспорта значит иммунного фактора она оптимальна при температуре 28-33 это окружающий воздух поэтому смотрите за температурой помещения но я специально выглядел жирным что максимальная активность ресничек максимальная в эксперименте наблюдалась при температуре 37 градусов еще раз убедился что я правильно говорю пациентам если у вас температура не больше 37 вы даже ее не трогайте вы не сбивайте температура она оптимальна для борьбы с инфекцией кажется что даже реснички в этом диапазоне работают более активно на очищение слизи когда 37,5-38 тогда уже немножко нужно терморегуляцию проводить может быть используя препараты либо обливание кому что нравится и так многоцеллярный транспорт работа ресничек слизистых дыхальных путей на очищение на защиту какие механизмы здесь интересные ну вот смотрите скорость потока слизистой слизи если она нормальная она такова что микроб не успевает попасть внутрь он проходит над клеткой за одну десятую секунду у него просто нет времени и сил чтобы сцепиться с клеткой а когда вы простыли нос опух либо наплакались нос опух либо по глупости иногда люди какие-то масляные капли в нос капают это реснически плохо работает вот здесь для микроба раздоливанного есть время чтобы пробиться в слизистую и там начать воспалительный процесс именно потому что как фактор иммунной системы клетки слизистой оболочки носа работают крайне активно и находятся в постоянной борьбе обновление идет очень интенсивно в течение часа может быть несколько раз обновление этих клеток и в слизи которая выделяется в верхних дыхательных путях имеются определенные еще и клеточные факторы вот они только кратко названы иммуноглобулины интерфероны они в этой слизи находятся поэтому здесь идет и механическая защита от микробов и уже работа гуморального фактора работа специальных веществ которые являются продуктами иммунной системы вот в иммунной системе прежде всего формируется вырабатывается много иммуноглобулина А который дает нам защиту от локальных вирусных инфекций прежде всего выработка иммуноглобулина Е при аллергии приводит к образованию большого количества слизи но и ватхоспазм провоцирует иммуноглобулина Е защищает нас в общем-то от инфекции от паразитов это его специфическая функция то есть в слизистой оболочке дыхательных путей очень большой присытится иммунных белков иммуноглобулинов то есть иммунитет работает здесь напрямую постоянно так следующее проблема очень важная для бабушек дедушек и деточек аденоиды тема очень специфическая я с этой темой соприкасался еще когда работал в охране детской больнице потом когда стали разрабатывать комплекс дофин для промывания носа снова к ней пришлось вернуться нужно отметить что полноценная иммунная система созревает формируется где-то в 12-18 годах ну кто как живет кто как болеет каждая каждая новая встреча с новым микробом на которого еще нет механизмов защиты и памяти вызывает определенную защитную реакцию и как часть иммунной системы и как отражение созревания иммунной системы накопления сил как мускулы тренируются растут так и здесь аденоиды являются частью иммунной системы в области ротоглотки и они в принципе могут и должны быть у нормального здорового ребенка но не более второй степени когда они не перекрывают дыхательные пути и обычно к 12 годам они атрофируются либо полностью проходят кстати у стариков аденоидов нет но первая стадия ребенок еще дышит неплохо а когда ложится спать вот нам и говорят вот к ночи уже начинает дышать плохо либо задыхаться первая стадия когда уже начинает храпеть открывает вот вторая стадия третья стадия так видно все время секретным ходит вторая стадия аденоидов это в принципе нормальное отражение того что иммунная система в активной борьбе с вредными микролами находится и в принципе оперировать не обязательно но вот сколько я не работал с долфином если дети начинают правильно промывать полость носа комплексом долфин идет очищение носа и носоглотки аденоиды остаются но они не воспалены то есть не развивается аденоидит и они в общем-то не мешают жить со временем отходят и касаясь этой темы очень интересно у меня статья есть в медицинской газете ассистент медуниститета из Витебска статья называется иммунологический терроризм он говорит очень много о страстной беде со злоупотреблением антибиотиков потом подходит к теме аденоидов и пишет о том что например в Германии к удалению аденоидов очень строгие подходы очень строгие показания очень подробные обследования и у врача и у монолога и даже там после таких чрезвычайно ответственных обследований когда удаляют аденоиды и проводят потом микроскопическое микробиологическое микроскопическое исследование под микроскопом разрез делают оказывается что процентов 20-30 можно было не удалять вот такая вот специфическая ситуация в медицине поэтому можем остановиться что аденоиды являются частью иммунной системы ребенка они могут и должны быть но они должны быть небольшие и невоспаленные а так в целом у нас вы знаете что у нас не только миндалины но у нас целое лимфатическое глоточное кольцо и организм защищает нас очень здорово от микробов которые идут через дыхательные пути и через полосота это же сочетание двух систем в иммунной системе из полости носа носоглотки мы по дыхательным путям спускаемся далее и видим что органы иммунной системы в том числе включают в себя и легкие изучение нереспираторных недыхательных функций легких началось где-то примерно лет 50 назад масса интересной работы оказалось что легкие в том числе являются органом иммунной системы выполняют фильтрационно-защитную функцию ну кто вебинары ранее слушал помните что площадь поверхности только альвеол дыхательных путей она заставляет порядка 80 и даже 100 квадратных метров не говоря уже о бронхах поэтому в легких выделяются очень важные биологически активные факторы неспецифической защиты такие как лизоцин и интерферон специфические факторы гуморального иммунитета иммуноглобулины они постоянно в очень сложном механизме взаимодействия находятся и работают хорошо если мы не отравляем легкие курением либо на производстве в целом разделяют две группы защиты легких это не иммунологические ну самый простой чихать и кашлять более сложный это мукоцелиарный транспорт мы говорили что это удаление слизи с помощью ресничек ну слизи и все что на нее попало лизоцин который растворяет оболочки микробов и иммунологические специальные иммунологические защитные факторы это работа клеток которые находятся внутри альвеола они называются альвеолярные макрофаги я вам в следующем сюжете их покажу вот их название альвеолярные макрофаги альвеолярные значит находятся в дыхательных мешочках в альвеолах макрофаги это значит ну помните мы говорили фагоцитоз пожирания макро это значит вообще самый большой пожиратель всего и все очень крупные клетки гранулоциты это вид лейкоцитов и специфические иммунные факторы которые работают в легких и синтезируются и работают это специфические клетки Т-лимфоциты и Б-лимфоциты наиболее активный отряд иммунных плед ну вот вернемся немножко к макрофагам вот наши легкие имеющие сложное строение вот альвеолы которые как грозь виноградных ягод и опутанные капиллярами вот между перегородками альвеол но они как соседние комнаты вот там макрофаги сидят если что-то в полость альвеол попадает у тех же куличков макрофаг выходит это вредное соединение закапывает и захватывает и поедает вот он красавец вот сам по себе макрофаг а это гадость которую он уничтожает очищая наши легкие и спасая нашу жизнь в том числе и тебе грезные палочки тоже может выбирать естественно когда он эту гадость забрал он ее вывозит умирая со мной он попадает в банхиол и потом стопом слизи мука отсюда арен-транспорт вот сюда попал и мы позвотили восполнение и все легкие чистые но запомните алиолярные макрофаги потому что там в конце у меня будет лечебные ароматы я действительно дня два работал но нашел сделал очень хорошую табличку где будут показаны какие эфирные масла какие компоненты иммунной системы регулируют и там будет ссылочка стимулирует алиолярные макрофаги какое эфирное масло можно для этого использовать посмотрите вернемся к нашим любимым фагоцитам которые любят съедать все что нам не надо как иммунитет связан с дыханием вы знаете что кислород это важнейший фактор дыхания оказывается что фагоциты которые уничтожают микробов они используют кислород это как химическое оружие причем в момент уничтожения вредного микроба поглощение фагоцитами кислорода может возникать увеличиться даже в 50 и в 100 раз за несколько секунд почему ученые говорят что это респираторный взрыв дыхательный взрыв кислородный взрыв фагоцит захватывает сколько может кислорода и бросает его на этот микроб уничтожая но это реальное ощущение взрыва что не было не было потом бах такое потребление так вот связь иммунитета с дыханием через потребление кислорода фагоцитами и уничтожение микробов за счет кислородного взрыва следующий момент интересный нейтрофилы это вид лейкоцитов используют кислород для уничтожения клеток и я обращаю ваше внимание вы знаете есть немало источников где говорят вот надо проводить оздоровление с перекисью водорода там в каплях и так далее вот нейтрофилы они вырабатывают перекись водорода ежедневно постоянно и то что вы там 10-50-100 капель с водой выпьете перекись водорода это мелочь по сравнению с тем что в организме вырабатывается и когда нейтрофилы к перекиси водорода как к антибактериальному веществу добавляют кислород они весь кислород отправляют именно на эту реакцию то микробов шансов выжить не остается озон если кислород у нас имеет формулу О2 две молекулы то озон это три молекулы кислорода он является продуктом респираторных процессов нитрофилов продуктом связанным с уничтожением микробов он еще токсичнее для микробов поэтому вот эти газы которые связаны с процессом дыхания газообмена кислород озон части перекись водорода они используются иммунными клетками для уничтожения микробов в качестве химического оружия используют следующий момент те кто был на вебинаре по гипертонии по стенокардии помню что мы там разбирали такую интересную молекулу оксид азота тоже открытие последних десятилетий прорыв в медицине оказалось что простенькая молекула оксида азота имеет колоссальное значение для сосудистой системы для нервной системы и оказалось что она имеет прямое отношение к иммунитету а когда я стал разбираться дальше то оказалось что оксид азота имеет прямое отношение к дыханию таким образом через синтез молекул оксида азота иммунитет напрямую связан с дыханием почему ну прежде всего как получается оксид азота в организме он может поступать с пищей но срабатывается в организме как есть аминокислота называется аргинин аргинин кстати эльаргинин такой препарат даже продается для спортсмена в качестве спортивного питания парашют так вот аминокислота аргинин она соединяется с кислородом и может получиться оксид азота если имеются специальные ферменты соучастники процесса так вот эти ферменты они как раз находятся прежде всего в полости носа и порядка 90% оксида азота вырабатывается в полости носа зачем казалось бы и почему а потому что оксид азота является очень токсичным для бактерий соединения бактерицидное действие прямое поэтому так природа защищает нас уже прямо в полости азота вырабатывается стерилизатор для вдыхаемого воздуха а потом оксид азота идет дальше в легкие обеспечивают нашу защиту плюс оксид азота влияет на механизм работы ресничек цилий мукоцеллярного транспорта и есть ткани внутри легких где оксид азота тоже вырабатывается то есть видите от кончика носа до глубины альвеол природы заложен синтез оксида азота как важнейшего фактора защиты от врезанных веществ причем обратите внимание что к оксиду азота в отличие от антибиотиков никакой микроб устойчивости не вырабатывает это природный фактор против микробов плюс оксид азота еще и регулирует на состояние т-лимфоцитов и одно из недавних исследований которое я нашел в научной литературе оказалось что оксид азота уменьшает или препятствует размножению вируса спида чтобы это не выглядело как мое наглое заявление вот там ссылка на научные исследования в американской литературе к этому дыхание напрямую имеет отношение к оксиду азота а оксид азота имеет непосредственное отношение к иммунной системе и что для нас с вами важно что исследование которое я изучал по различным способам регуляции дыхания и задержки дыхания оказалось что если человек делает задержку дыхания но не сумасшедшую там на 3-5 минут а легкую интеллигентную до 20-30 секунд то в процессе такой недлительной задержки дыхания концентрация оксида азота увеличивается и дальше довольно очень серьезный процесс тоже связь дыхания с иммунитетом мы небольшой перерывчик сделаем и пойдем дальше итак продолжаем нашу с вами работу по этой непростой но очень важной теме мы поговорили как иммунитет связан с дыханием в двух словах он связан с дыханием прежде всего по месту прописки потому что нос, носоглотка бронхи, легкие это все ткани где идет очень много синтез очень большого количества веществ работающих в умной системе соединений и клеток и белков плюс механизм очищения ну и по факту по месту работы то есть эта работа идет на постоянную защиту легких ну и организма в целом от вредных веществ причем я обращаю ваше внимание не только от того что попало с выдыхаемым воздухом но идет защита очистка нейтрализация веществ которые находятся внутри организма почему потому что через легкие фильтруется вся венозная кровь если говорить простыми словами но точно легкие это вторая печень которая работает на очищение и венозная кровь кстати из полости черепа от мозга она сначала поступает в логичный кровоток а потом уже может попадать в большой кровоток и в печень поэтому легкие это очень сильный орган для иммунной системы и очень интересная химическая скажем так составляющая вот этого вопроса как иммунитет связан с дыханием вы знаете что у нас организм это сложная химическая система где есть продукты кислого характера и щелочного кислоты и щелочи ну например как уксусная кислота и сода и есть определенный показатель который определяет состояние баланса кислоты щелочей он называется кислотно-щелочное равновесие или кислотно-щелочное состояние или кислотно-щелочной баланс в медицине определяется показателем пляж печь по-русски пиаш плаш мы говорим медицине на русском языке это показатель вот он который определяется по концентрации и ионах водорода аж плюс в растворе ну в крови в тканях плесной и так далее и наша с вами биохимия работа ферментов витаминов гормонов она зависит от того какой плаш у нас в тканях недостаточно нам есть какие-то витамины надо чтобы они хорошо работали а для работы этих витаминов ферментов гормонов есть определенный оптимальный показатель вот здесь просто опечатка не поглядел кислая среда плаш крови камилимфа от 6 единой 9 десятых до 9 единиц а щелочная от 7 и 1 и ниже так получается что показатель 7 0 он считается где-то примерно 7 0 7 4 паш это более-менее оптимальное а от камень сильные за показатель 7 и 8 в кислую либо щелочную 6 6 и 8 это отклонения очень серьезные они приводят к нарушениям биохимическими порой фактически к смерти потому что уже не работает ферментная система и вот для того чтобы вот этих перекосов выше либо ниже оптимального уровня не было и работает система которая называется буферная английское слово буфер смягчает толчки ну вы знаете буфер все мы видели когда на поезде между вагонами там есть специальные такие штучки буфер так вот системе буферная система в организме это система химическая которая предназначена для равновесия соотношения кислот человечей для поддержания стабильного показателя паш и около оптимального и около оптимального есть несколько систем химических в организме которые работают как буферные наиболее активно они работают в крови и если говорить об основных буферных системах системах которые обеспечивают равновесие кислотно-челочного состояния стабильность показателя и оптимальную биохимию организма так это системы бикарбонатная пасфатная белковая гемоглобиновая но вот я подчеркнул бикарбонатная она наиболее важная и она напрямую связана с дыханием то есть дыхание влияет на состояние бикарбонатной буферной системы бикарбонатная буферная система определяет качество показателя PH кислотности крови а это влияет уже на биохимию и на иммунную систему в том числе сейчас к этому подойдем так вот бикарбонатная буферная система как я говорил что является ведущей и в разных правоисточниках я находил даже показатель что ее ресурс во всех системах составляет даже 82% но я нашел минимальный биохимии 75% все равно это же очень много значит бикарбонатная буферная система которая зависит от дыхания является ведущей но обратите внимание ликвар черепно-мозговая жидкость тоже имеет в основном бикарбонатную эту систему и как это связано с дыханием а это связано с дыханием через углекислый газ углекислый газ вырабатывается в клетках и от того как мы дышим его содержание либо нормально либо как говорю бутылька низкое глубокое дыхание возникает и вот смотрите что я специально выделил крупными буквами от качества дыхания зависит показатель плац крови лимфа ликвара именно от качества не сколько вы дышите а качество дыхания определяется состоянием газообмена по балансу углекислого газа и значит определяет состояние буферной системы и вот из этой из этого отдела медицины и иммунологии вот интересное наблюдение вы потом отдельно почитайте это уникальный человек уникальный доктор Эммануил Ревич про него на время писали даже вестники ЗОЖ очень внимательный доктор который стал наблюдать за онкологическими больными и отметил что у них явные изменения в кислотно-черстном балансе причем изменения как в кислую так и в щелочную сторону и еще внимательнее стал наблюдать за больными оказалось что в зависимости от того куда сдвинут показатель показатель ПАЖ тесно-черстной баланс у кого-то из больных боли возникают чаще утром а у кого-то чаще вечером и потом уже дальше разработал специальную диету и диета в принципе работает но как все в медицине пробивается с трудом так и остались так больше в архивах чем в практике поэтому показатель ПАЖ буферная система все это связано с дыханием она появляется даже у онкологических больных даже в таком варианте как как и когда возникают боли так вот нормальная кровь если она показатель ПАЖ полноценная она хорошо влияет на качество работы лимфатических клеток и вот даже есть показатель ПАЖ 7,4 это оптимальный показатель когда иммунные клетки очень хорошо уничтожает и раковые и другие аномальные клетки лимфа имеет щелочную реакцию поэтому если дыхание у вас оптимальное у вас показатель ПАЖ и крови лимфы хороший и иммунные реакции идут в оптимальных условиях если показатели ПАЖ меняются на фоне нарушения дыхания это уже вторично и третично приводит к нарушению качества иммунологических процессов у биохимическим параметрам скажет так диафрагмальное дыхание наше с вами любимое есть исследование где показано что диафрагмальное дыхание я в одной из книг об этом пишу если оно активно выполняется может увеличить поток лимфы в 10-15 раз чем лучше циркулирует лимфа тем лучше она очищает ткани тем лучше работает лимфа что интересно что у нас есть сосуды артериальные кровеносные для потока крови тканям есть венозные для возврата крови и для циркуляции лимфы есть отдельные сосуды называются лимфангионы они тоже имеют мышечные клетки и есть наблюдение о том что мышечные клетки мипотических сосудов реагируют на изменение концентрации кислорода если кислорода мало они хуже работают значит замедляется ток крови и уже ухудшаются условия для работы иммунной системы враги нашего с вами иммунитета лекарства которые вызывают нарушения в работе иммунитета иммунодепрессант это то что используют при пересадке органов иммунно это иммунитет депрессант это давление цитостатик это то что используют в англологии для уничтожения раковых клеток гормоны это прежде всего гормоны корын-анпульщиков которые получают больные с астмой Ну и сейчас другие гормоны, например, даже женские гормоны, астрогены. И препараты золота. Есть препараты на основе золота, они для иммунитета не очень хороши. Антибиотики. Чаще всего, когда мы говорим про них, мы говорим, что антибиотики ослабляют иммунитет, так оно и есть. Но все-таки не все. Вот специально я привел такие примеры из медицинской статьи, что есть антибиотики, которые подавляют активность лимфоцитов. Это рифампицин, мезоциклин, доксициклин, как четко указано. Ну и, например, препарат цитрофолоксин, такое длинное название, может усиливать иммунный ответ. Поэтому здесь, конечно, вопрос должен интересоваться непосредственно с врачом, который назначает препарат. Ну и есть и проблемы с иммунной системой, то с иммунологом. Облучение всем известное. Печальная дата, пошла Чернобыльская, опять уничтожает иммунную систему порой напрочь. Курение является дозированным облучением. В табачном дыме немало канцерогенов, немало радиозатопных активных веществ. И есть препараты коканцерогенные, которые ускоряют развитие рака. Так вот, четко известно, что изотопы полония в табачном дыме находятся. И они за счет быстрого накопления афо-чистис поражают органы дыхания, вызывают рак. Кроме того, курение, помните, мы говорили про альвеолы и макрофаги, которые там сидят и все лишнее уничтожают. Вот макрофаги у курильщиков работают слабее. А формальдегид, если курить три сигарета и боли, он накапливается не только в легких, но и в помещении. И всем известен феномен пассивного курения, когда один курит, а другой просто рядом сидит, дышит и отравляется так же практически. И оказалось, что курение снижает уровень оксида азота, крайне важного для нас, и процесс длительный. Если отварится от курения, то надо, может быть, месяца два не меньше, пока это не восстанавливается. При алкоголизме четко отмечено снижение уровня иммуноглобулина А. Потеря белка я специально выделил опять при заболеваниях, дефицит белка в рационе. Это тоже ослабляет иммунитет, прежде всего потому, что иммуноглобулины, это иммунные белки, они не могут родиться из сахара. И одно из надавних наблюдений я нашел в Англии, что чрезмерное потребление сахара до 100 грамм в день снижает. Не специфическую резистентность, но примерно на 5-6 часов, в среднем в 3 раза. Лучший мед. Опасный воздух. Проблема серьезная, но прежде всего влажность. Был в прошлом известный от Рина Ларинголог в Германии Проэкс. Он разработал методику промывания носа методом перемещения. Он определял, что оптимальный показатель для воздуха по влажности 35-45%. В других исследованиях есть несколько другие параметры. Ну 40-60, например, процентов дают. Но в любом случае доказано, что если воздух очень сухой, то для компенсации сухости воздуха идет повышенное испарение воды из слизи носовой, появляется синдром так называемого сухого носа, нарушается мукоцеллярный транспорт, очищение слизистой, запретняется работа иммунных клеток и белков, и в 2-3 раза возникает повышение заболеваемости, грибковые заболевания, респираторные заболевания и другие. И плюс, если слизистая, она вот так вот ослаблена, то все вредные вещества, которые находятся в воздухе, ксенобиотики так называемые, они действуют сильнее. И если влажность, наоборот, избыточная, то, ну, кстати, если влажный воздух в городе, то вся эта биохимическая мерзость образует определенный токсичный газовый коктейль, он быстрее всасывается в слизистую, чем при сухом воздухе. Поэтому, по крайней мере, хотя бы в помещении себя контролируйте влажность, и испаритель, и влажнитель сейчас найти не так уж сложно, недорого стоит, здоровье дороже. Влажность порядка 40 градусов хорошо, 60 больше уже не надо, процентов, не градусов. Температура 121 оптимальна. Ну, вот здесь параметры по влажности. Более 86% сильно влажный. Это уже обычно у нас в парилке. И что интересно, что вот, ну, сейчас видите, какая идет борьба за Арктику. Отличительный ресурс территориальный и экономический большой. Я в Архангельске жил, работал постоянно, у меня с Архангельскими связь постоянная. Город начинает развиваться. И даже создали специальный арктический университет. Но еще когда я учился в институте, мы изучали физиологию и адаптацию на севере. Да, на севере люди адаптируются очень долго. И оказалось, что в самом начале адаптации, на минимум первые 2-3 месяца, а то и полгода, снижается иммунная реактивность, уменьшается активность крови. И рейкопения – это дефицит лейкоцитов. Почему? Потому что в Арктике другой возраст, другой атмосферной процессы, и там определенная гипоксия. Мне кажется, что хроническая гипоксия в Арктике на уровне суровых климатических условий осложняет, затрудняет работу иммунитета. Так, воздух офиса. Ну, как посчитали социологи и специалисты по жизнедеятельности, что люди в крупных городах порядка 90% времени проводят в закрытых помещениях. Это жилье, это общественные помещения, это производство, это автомобили. И изучение состава воздуха показывает, что в воздухе офиса, учитывая аркотехнику, факсы и прочее, может быть более 100 химических соединений, очень временных. Прежде всего, это и испарения, связанные с испарением аэрозоли, свинца, пульки, медицин, кофенолы и так далее. Это все нарушает нормальное состояние слизистой. Плюс, постоянное излучение от мониторов компьютеров нарушает ионизацию воздуха. И возникает дефицит легких аэроионов, отрицательной заряженности частиц. А возникает преобладание положительных аэроионов. Вот эти вредные и тяжелые аэроионы, они за собой тянут и токсичные соединения воздуха, и очень, скажем так, прочно соединяются со слизистой. Слизистая оболочка труднее очищается, нарушается работа мукоцеллярного транспорта, о котором мы говорили. Поэтому, если уж у вас экология неблагоприятная, то в жилье, в жилом помещении, увлажните, должен быть раз. И уже всем известно, люру из Тричевского 2. Полезные, надежные, безопасные и долговечно работающие приборы для создания микроклимата. Ксенобиотики – это техногенные соединения класса токсинов. Если перечислять все, что находится в воздухе, того же нашего Новосибирска, то можно часа два перечислять. Приходится говорить горожанам, что мы с вами дышим не воздухом, а токсичной газовой смесью, состав которой полностью неизвестен. Почему? Потому что, если смотреть экологические сводки, там отражают название отдельного соединения и ПДК – преддельно допустимую концентрацию. Но никто не говорит о том, что происходит, когда, например, 10 вредных веществ находится в преддельно допустимой концентрации, да еще и при высокой влажности. Там получается такой химический коктейль, с которым не каждый биохимик разберется. Но наиболее опасный – это иммунодепрессивный эффект озона серной кислоты. Опять же, вспомним про макрофаги. Озоны серной кислотами, очень токсичны в отношении микрофагов, снижают их защитные функции. Ну, алюминиев тут не так уж часто в воздухе, обычно на вредном производстве то же самое мешает работать макрофагам. Попытки как-то облагородить воздух в помещении, в котором мы находимся, не только в туалете, но и вообще в помещении, сопровождаются тем, что люди приобретают различные устройства для ароматизации помещений. Вы сейчас видите, даже и рекламы немало. Так вот, вот эти искусственные ароматизаторы и так далее. Это совсем не то, что нужно нам с вами для нормального здоровья. Конкретный пример. Вот статья, которую я нашел в журнале Men's Health, о мужской здоровье, но статья американская, там такие вещи просто так не пишут. Американское агентство опубликовало доклад об освежителях воздуха. Соли и эфиры, фталевые кислоты, ну фталаты, которые содержатся в этих освежителях, можно найти практически в любом помещении, но вдыхание фталатов губительно сказывается на пищеварении, на качестве мужской спермы и может провоцировать астму, синдром хронической усталости и даже рак. Представители этого американского агентства по охране природных ресурсов отметили, что фталаты крайне редко указываются в списке ингредиентов на упаковке освежителей. Что делать, как вызывать? Выкиньте все эти освежители и используйте эфирные масла, о них мы дальше как раз и будем говорить. Еще один враг иммунитета, мы о нем говорили в теме дыхания против стресса. Стресс ситуация вроде бы эмоциональная, вроде бы психическая, прежде всего для нас с вами не так считаем, но на самом деле это реакция всего организма, она проходит в три стадии. Стадия тревоги, резистентности, устойчивости и истощения. И независимо от стадии проявляется ряд симптомов специфических и постоянных, я их всех не стал перечислять, но отражается во всех исследованиях, что в стадии стресса всегда приходят с нарушениями иммунной системы. В первой стадии увеличится количество лимфоцитов, но снижается количество лимфоцитов. То есть уже дисбаланс в системе белой крови. Плюс уменьшение химико-лимфатического аппарата. Химика – это тимус, помните, виллоская железа заграденная находится, центральный орган иммунной системы. Лимфоидная ткань – это вот та ткань, которая по всему организму рассеяна. Уменьшение – это уже идет ее атофия, потому что идет с перенапряжением к истощению. Потом резистентность, временное какое-то спокойствие в организме, но продолжает истощаться химико-лимфатический аппарат, центральный и периферический. А в стадии истощения уже идут процессы повреждения, распада, соответственно, в связи с этим и переход заболеваний в тяжелые формы. Тяжелые постоянно в простудах. И касаясь спорта, его отрицательного влияния на здоровье, спорт – это эксплуатация здоровья ради денег, это не культура, культура – это физкультура. Так вот, есть наблюдение, я о них уже говорил, о том, что состояние стресса у спортсменных приводит к воздикновению иммунологических депрессов, то есть это именно приобретенный иммунодефицит, как на общем, генерализованном, так и в локальном типе. И снижает осуществляемость атинизма к инфекциям. Поэтому есть понятие респектурное окно, когда человек, который из себя выжал все, чтобы получить золотую олимпийскую медаль, он в течение двух-трех часов вообще у него иммунная система фактически на нуле. То есть олимпийский чемпион после, скажем так, достижения рекорда может просто умереть. Иммунная система все уже на нуле. Все брошено на победу. Ну вот, немножко как раз вернемся к теме закаливания, и вы немножко тут посмотрите. Я решил все-таки посмотреть, как работает программа Веда Пульс, и работал с темой стресса, с темой закаливания, и готовился к этой передаче, к этому вебинару и лекции. Я сделал небольшой эксперимент. То есть до и после процедуры, которую мы сейчас посмотрим, было указано, что у меня до процедуры высокий индекс стресса по данной Веда Пульса, а программа она круто ошибиться не может, она в этом плане работает отлично. А после процедуры, вот через час, с 700 единиц, это запредельный в принципе же стресс, до 60, то упал показатель стресса. То есть получилось, что сделав процедуру, которую можно называть стрессом, я на самом деле стресс убрал. теперь давайте посмотрим, вот ссылочка, можно нажать и посмотрим, что там было. У меня тоже можно, да? Вот это. Не получится, да? Ну тогда мы не будем трекаться, кто-то оказался не совсем технически правильно спланировал работу. Просто по этой ссылке потом можно будет эту снежную процедуру. Или сейчас можно посмотреть? Можно все в чате. Давайте посмотрим вместе, потому что я там некоторые комментарии скажу. В чате ссылочка можно посмотреть. вот проходите в серединку, там фотография и вот видео. И нажимаем. Это у нас в Новосибирске в феврале этого года. Ну вот, как я говорил, люди, которые используют холодовые процедуры, обливания, как бы босиком и так далее, они считают, что они укрепляют иммунитет, но если говорить объективно, укрепляются, усиливаются не специфические защитные факторы, не специфические. а резистентность, ну напрямую сказать, что это как-то влияет на клеточный иммунитет, либо на гуморальный иммунитет, не приходится. У меня были примеры, когда люди с астмой дышали, у меня еще, например, по бутейко и с гормонов через 3-4 месяца уходили, тяжелые астматики, потом шли обливаться водой и через неделю попадали в реанимацию, потому что организм слабый, обливание, холодовая процедура это всегда стресс. Но здесь получилось так, что я полежал спокойно, а платочек вот эта салфетка накладывал на лицо, на голову, чтобы снять в нос не попадал. Ну, естественно, там по возможности не дышал, но вот есть от бутейка. И вот сразу уже после этой процедуры, ну, естественно, переодевшись, я сел на аппарат кардиобоса, ну, это сейчас уже ведопульс программа, когда назывался кардиобос, и мы посмотрели, что в организме происходит. И оказалось, что если первая реакция была такая относительная, ну, все-таки шло улучшение, то через час организм просто пришел в идеальное состояние. Ощущение, когда клин, клином души бают. Ну, действительно, еще раз скажу, не рекомендую проводить и даже пытаться есть, если здоровье слабенькое. Это требует определенных ресурсов сильных. Так вот, враги иммунитета, стресс, который можно и нужно устранять, в том числе и дыханием, и ароматерапия, и мы об этом говорили, у нас был вебинар ароматерапия, и в конце сегодняшней встрече тоже мы к этому подойдем. Стресс, он неизбежен, в общем-то, в нашей с вами жизни, в нашей стране. Еще, враг иммунитета, гипервентиляционный синдром или глубокое дыхание по бутейкам. Вы помните, мы только что говорили, что дыхание через баланс углекислого газа влияет на кислотно-челочное состояние, а кислотно-челочного состояния от показателей зависит качество работы всех систем, и биохимии, и иммунной, в том числе. Так вот, гипервентиляционный синдром, это состояние, когда человек дышит больше, чем нужно для организма, избыточное дыхание, но гипер, это много, вентиляция, всем понятно. Напрямую, не менее 50 болезней состояние связано с таким синдромом, я сейчас консультирую женщину, наша русская работает в Германии, гиполага уже замаялась, прошлась по всем врачам, все, исключили онкологию, кардиологию, эндокринологию и прочее, прочее. После продвижки постоянно и панической какой-то реакции возникает, пришлось объяснить, что надо заняться дыханием. Гипервентиляция она приводит к тому, что человек дышит больше, чем нужно, возникает гиппокапни, снижение содержания углубительского газа, снижение вторичного нарушения в буферной системе и нарушение показателей крови, лимфы и ликвара. Одно из недавних исследований, которые провел у нас один из исследователей этой проблемы, проводилась научная работа, когда пытались определить, как можно использовать дыхательные пробы для оценки ресурса и риска нарушения иммунной системы. Оказалось, что если использовать стандартную гипервентиляционную пробу, это 40 литров в минуту человек должен дышать, ну это как лошадь, ну 20 минут хотя бы, то последствия этой гипервентиляционной пробы уже точно показывают, есть или нет повышение в регуляции функций лимфоцитов и какой риск в развитии аллергических реакций, то есть всего 20 минут. Я вот комплектно отдельно название в этой диссертации, где это четко описано. К этому дыханию иммунитет это процесс очень тонко и четко связанный. Биоритмы. Поскольку иммунитет это функция иммунной системы, иммунная система она является частью нашей с вами биологической природы. Вся наша биологическая жизнь причиняется определенным ритмам окружающего мира и имеет свои биоритмы. Разные органы системы в разное время суток работают по-разному то активнее то слабее и иммунная система тоже. Ну например утром максимально активна сыворотка крови активность лизоцин помните фермент который разрушает микробы а вечером активнее работают фагоциты лейкоциты которые все уничтожают их индекс возрастает и иммуноглобулинах вечером больше чем утром. А в период перехода ко сну почти в два раза увеличивается общее количество лейкоцитов это белые защитные клетки белые клетки крови. И одно из очень тонких исследований это американец Эрол Фикрик в свою лабораторию установил что наши биологические часы определенным образом связаны с работой специфического гена иммунной системы а этот ген влияет на возможность распознавать микробов и активировать иммунитет. Поэтому если биологические часы и ваши биоритмы работают нормально то иммунная система имеет хороший уровень регуляции от когда начинаются либо ночные смены либо вечерние почиделки а у молодежи есть такая нездоровая тенденция ночные клубы там вырумаются рано или поздно иммунитет пострадает и касаясь оксида азота о котором мы говорили его выработка снижается утром до 5 ночи наименьшая активность пульса дыхания а вот в 4-5 часов перед пробуждением уже повышается активность костного мозга и рождение новых клеток для иммунной системы а в 6-7 часов наименьшая скорость эритроцитов оседания слоя показатель такой знаете в это время иммунная система она наиболее активна такие вот ее суточные колебания за ночь мы отдохнули восстановились утром появились новые иммунные клетки в 7 часов мы готовы к бою можно собираться на работу поэтому одним из другого иммунитета является нарушение биоритмов и вообще не нарушение режима какого-то привычного как дыхание помогает иммунитету если говорить в целом то вот понятие стресса мы уже обсудили но ответная реакция организма на какое-то воздействие может потекать не в виде стресса тяжелого какого-то процесса а в виде более мягких реакций адаптации они называются реакцией активации тренировки их разработали определили описали изучили наши ростовские онкологи очень серьезная оттуда на мировом уровне и оказалось что если мы даем какие-то неспецифические тренировки ну как болевание холодное но правильно не сумасшедшее как какая-то физическая активность не спорта физкультура то это создает реакцию активации тренировки при которых более активно работает кимико-лифотическая система и клеточный иммунитет один из интересных моментов который в этой теме описан что неспецифические реакции имеют очень интересную особенность в отношении гипоксии если человек адаптирован к гипоксии ну например высокогорные тренировки либо мы с вами проводим тренировки на том же дыхательном тренажере то если организм тренирован к гипоксии у него одновременно автоматически повышается устойчивость ко всем вредным фактором жара холод голод инфекции и так далее почему потому что гипоксия является самым страшным для нас фактором нарушающим здоровье и если ты к самому главному врагу устойчив гипоксии то формируется эффект перекрестной адаптации ко всему другому автоматически повышается устойчивость также кубль кислому газу тренировки дают определенный эффект в целом иммунная система активно на это реагирует я просто чтобы нам время не терять немножко сокращу чтение от этих слайдов дело в том что еще в советское время были утверждены специальные рекомендации для врачей о том как правильно использовать гипоксическую терапию то есть дыхание с гипоксией для больных с конкретной онкологией то есть во время облучения во время химиотерапии если проводить правильно гипоксические сеансы то это повышает выживаемость людей и снижает токсические эффекты вот этого очень тяжелого вида лечения я уже говорил про дыхание на дыхательном тренажере фролов вы знаете что этой темой занимаюсь очень серьезно я нашел тоже одну из научных работ на уровне диссертации кандидатской диссертации в медицине где было доказано что изменение дополнительного респираторного сопротивления то есть дыхание сопротивлением может вот формулировка конкретная может использоваться для управления механизмами неспецифической резистентности включая побольше на явление то есть это очень полезно для поддержки иммунитета и это дешевле в отношении в отличие от фарм препаратов там интересная работа по этой теме исследование которое мы проводили по применению дыхательного тренажера фролового у детей с астмой забанхитом мы проводили исследование и по иммунной системе определяли уровни иммуноглобулинов иммуноглобулин G иммуноглобулин А иммуноглобулин не у астматиков особенно и оказалось что применение курса дыхания на тренажере повышает качество работы иммунной системы усиливает местные в защитные свойства дыхательной системы и рекомендовано в комплексной терапии для детей с бронхиальной астмой в качестве поддержки и респираторной поддержки для легких и поддержки для иммунной системы. Несколько очень сильных, но конкретных примеров по этой теме. Вот мой друг Михаил Тушков живет в Киеве, два года войны в Афганистане, три командировки в Чернобыль. Как он пишет, что посчитал четырех врачей, четыре разных диагноза, никто ничего не мог сказать. Но поскольку он военный, очень четкий, ответственный человек, он вел дневник. И он посчитал, что за семь лет борьбы за жизнь он съел 20 тысяч таблеток, да еще и на гормонах. Наши сотрудники были в командировке в Киеве, были в госпитале, прочитали лекцию. Он поверил в тренажер, начал заниматься. Сейчас его никто не узнает. Молодой, здоровый травмой занимается. Бегает, плавает и так далее. Так, момент следующий. То же самое, пример, как дыхание спасает на фоне тяжелейшей астмы. Это Андрей, это мы были на программе Малахо Плюс. Тоже был инвалид, уже залеченный. Нашел тренажер, стал заниматься, через год вернулся в спорт и даже восстановил свой показатель кандидата в мастера спорта по лыжам. Это тоже в прошлом безнадежный астматик. Мама его, они его в Америке живут, мама наша русская, нашла меня. Парень с года, с астмой и 11 лет сидел на гормонах. Вот он 12 лет начал дышать. Через 20 дней функция дыхания улучшилась, чем модные, мили гормоны. Ну и дальше больше пошел заниматься спортом. Уже сейчас очень хорошие показатели были. И касаясь темы, тем более женская у вас аудитория, очень много растет проблем с онкологией в отношении женской половой сферы, матки и молочной железы. Вот этот Илья Фавинцев, мы с ним встречались в Петербурге несколько раз. Они разработали специальный тест по оценке риска здоровья. Ну как они пишут, что здоровый образ жизни не является 100% гарантией, но на 60% можно риск снизить. И вот я вам говорю о том, что питание, голодание, белковое, полноценное питание должно быть, чтобы была иммунная система качественная. И вот он приводит пример, что в Австралии была блогерша, Джей Сейнскоу, пропагандировала здоровый образ жизни. Когда мне выявили сарком, это тяжелая пуха, решила не делать операцию, а лечиться терапией натуральной. Соки, клизмы, кофе и так далее, и так далее. Ну и кончила жизнь трагически. Поэтому, когда мы были на конференции, на семинаре, это его руководитель в центре, Владислав, они так и заявляли, что на данный момент иммунная система человека в большинстве случаев не реагирует на рак, либо реагирует, когда уже идет распад рака, воспаление тканей, но не специфические факторы воспаления. Действительных методов снижения риска рака молочной железы на самом деле нет. А для рака молочной железы первичной профилактики практически нет. Ну, вы все знаете, сколько сейчас было шумихи по поводу анжелины, золи, удаления там молочной железы и так далее. Ну и как иногда говорят, словомерных прошу удалиться, но это печальный пример из моей патрики, после которой я всем говорю, сначала онкология, потом все другие методы. Это уже меня пригласили в конце. Женщина решила лечить рак молочной железы народными методами, потому что муж сказал, если ты себе сиську отрежешь, я от тебя уйду. Ну, пыталась сохранить себя и любовь. Я пришел, когда уже там, видите, все разваливалось. Ну, мы начали дышать на тренажере и 4 месяца почти безнадежно мы все-таки держались. Она в домашних условиях. И недостазы были в легкие, и все, держались практически без одышки, без наркотиков. Два дня только последние, уже без наркотиков. А так, получалось держаться. И вот я вам, красным всем пишу, что есть у вас рак немедленного облучения, немедленная химиотерапия, а потом все остальное. Каждый день бесценный. День-два ее можно упустить, потому что медостазы легкие забили, а легкие уже не спасешь. Ароматерапия. Ароматерапия работает хорошо на нервную систему и на регуляцию многих функций, в том числе иммунной системы. Почему? Потому что обонятельный рецептор с полости носа попадает в лимбическую систему, а лимбическая система регулирует все внутренние процессы. Таким образом, правильно используя ароматерапию, можно влиять на нервные процессы, на нервную систему и на иммунную систему тоже. Вот вам табличка, которую я говорил, на которой мы ушли несколько дней работы, но вот эфирные масла, которые оптимальны для работы с иммунной системой. Я взял те, которые можно найти в аптеках, это не дефицит и не сумасшедшие деньги стоят. И вот видите, раз, два, три, четыре, наиболее активных. Базилик, лаванда, лава, шалфей. И вот показатели, по которым они работают. Б-иммунная система иммунитета отдельно. Т-лимфоциты. Иммуномодулирующие, общерегулирующие. Это не все практически дают. Антиканцерогенная, бактерицидная, антиаллергическая, улучшение сурфактантной активности легких. Это качество работы легочных клеток. Сурфактант покрывает легочные клетки, обеспечивает эластичность легочной ткани. И вспомните, мы говорили, смотрели, легочные макрофаги. Которые сидят внутри легких и хорошо работают на очищение именно легочных альвеол-пузырьков. Оказалось, что наиболее активны это базилик и лаванда. Остальные слабо. Неспецифические факторы защиты. Вот то, что дают общую поддержку. Не самого иммунитета, но ресурсов организма. Вот они, масла работают. Симуляция лейко-поэза. То есть, если после инфекции, после облучения лейкоцитов мало в крае, не 4, 5, 6, а 2,5, 3 тысяча, то и меньше бывает. Вот эти эфирные масла с крестиком, их можно использовать для того, чтобы организм стал лучше, нарабатывает лейкоциты. Это вторичные иммунодефициты. Это возможность регулировать баланс в системе Т-лимфоцитов. Это на иммуноглобулина отдельный эффект, что снижает при аллергии иммуноглобулина, что увеличивает иммуноглобулина. И вот здесь, тут немножко не дотянула подвечка. Ну, это, в принципе, то же самое из этой группы. То есть, ароматерапия, она может успешно использоваться для коррекции, для поддержания, для восстановления иммунитета. Но надо знать, какие у вас проблемы, и использовать масла. Ну, как минимум, вот универсальные масла бальзолик, лаванда. Они имеют дефицит. Правила ароматерапии всем известны. Аллергия бывает крайне редко на запахе. Поэтому ограничения у беременных при эпилепсии, при судорожном синдроме. Если вы используете эфирные масла, сначала проведите пробу одну-две капли, несколько минутки-две поиндалируйте. Если никаких реакций местных, общих не будет, тогда используйте их на здоровье. Есть вопросы по ароматерапии, потом мне отдельно напишите, я вам персональную консультацию окажу. Ну, и хранить, конечно, в те лучше в холодке и подальше от солнца. В мае у нас тонируется лекция в рехране против аллергии. Я вас жду. Теперь по вашим вопросам. Хорошо, не грамотно сделала вопрос от Марины Шерстюк. Можно ли удалять аденоиды? Или может нужно их удалять ребенку до 12 лет? Я спрашиваю для детей, у которых уже третья стадия. В третьей стадии, возможно, должны быть уже показания определенные для удаления. Но я вам что скажу, чтобы в этом вопросе так спокойно разобраться, зайдите на сайт. Ну, знаете, есть комплекс долфин для промывания носа, поэтому просто в поиске наберете долфин. Русскими словами. Это сайт, тоже я с этим сайтом работаю, и там есть консультация врача высшей категории Татьяны Анатольевны Бабич. У нее опыт работы и наблюдение масса. Она вам более точно даст личную консультацию, но вы более подробно пишите, как давно эти аденоиды, как часто ребенок чем болеет, как у него со слухом и так далее. Возможно, что если это третья стадия и все очень серьезно, лучше удалить, чем ребенка мучить. Потому что аденоиды, это источник хронической инфекции, еще третья стадия. Плюс это нарушение развития лицевого черепа. Это нежелательно. И риск вторичных осложнений. Еще вопрос от Марины Шестюк. Можно ли употреблять небольшими дозами 3% перекись водорода по 5-10 капель на 50 мл воды для поступления перекиси в кровь? Рекомендации неумывательных. Можно, но я вам еще раз напомню, что мы говорили о том, что нейтрофилы, это клетки наши, защитные, иммунные, в нашем организме их немало. Они постоянно вырабатывают перекись водорода, поэтому принципиального улучшения я вам не обещаю. Употребляйте. Я всего лишь в своей практике, наверное, два примера встречал, когда люди употребляли вот такие дозировки перечи и говорили, что им это вроде хорошо помогло. Можно, хуже не будет. А в истории медицины хорошо описаны научные результаты применения перекиси водорода, но только в виде внутривенных инъекций. Это было во время гриппа испанки, по-моему, мы говорили об этом на вебинаре про астму. И я знаю, что в хирургическом отделении в Ижевской, на факультете хирургии в Ижевской медакадемии, сейчас университет, были проведены работы, потом была выпущена методичка о применении перекиси водорода для внутривенных инъекций у хирургических больных, особенно во время осыпчатства. Ну, скажем кратко, пить в таком уровне перекись можно, можно, хуже не будет. Так, Залисовская, Валентина, что происходит с организмом, если удалена селезонка? В принципе, ничего особенного, без селезонки живут гадами и нормально. Что делать слабенько молодой женщине? По какой схеме лечить аденоиды ребенку в 4 лет на Адолфине? Можно пить соды, растворенок, и так далее, для человеческого энергонизма. Что делать слабенько молодой женщине? Не написать мне от себя все ее вопросы. Запишите мою почту прямую. 2008, собачка, 012, точка, ром. 2008, то есть 2008, собака, 012, точка, ром. Пусть все свои вопросы сформулируют, и какие-то анализы, если есть, перепишут основные жалобы и так далее. Но я появлюсь на работе только 12 мая. Ну, за это время можно подготовиться. По какой схеме лечить аденоиды ребенка в 4 лет на Адолфине? Два раза в день промывания и обязательно полоскание горла. Там у нас так рассчитано, что после промывания носа во флаконе остается небольшой объем раствора. Это как раз для полоскания горла. Ну, сейчас модно пить соду в растворенном кипятке. Ну, вы правильно сказали, модно. Через 5 лет будет что-нибудь другое модно. Когда-то было модно клизмы делать, помните. Когда-то было модно раздельное питание. Ну, человечество постоянно идет в движении. Одна половина человечества идет в движении поиска новых средств самоубийства, наркотиков и прочее, да, не другое. Часть человечества идет в поиске новых средств и способов оздоровления, в том числе и по соде. Но отчасти этот момент, помните, я говорил вам про Иммануила Оревича, его наблюдение на тонко больными изменениями по АШ крови. Это отчасти связано с его идеями и с его практикой. Попробуйте. Ну, честно говоря, я говорю так, поскольку я занимаюсь дыханием, я знаю, что дыхание как раз компенсирует все нарушения без всяких ссот, без всяких кислот. Гемоглобин с помощью тренажера Фролова в принципе поднять можно. Гемоглобин и эритроциты. Это эффект гипоксических тренировок. Это Залисовская Валентина спрашивает. Сильнейшее распаление лимфоатических узлов вдруг пришлось у ребенка 5 лет. Можно лечить через тренажер? Можно. Там 30 лет. Там 300 тысяч заплатили и так далее. Ребенку заниматься можно. Но то же самое напишите мне на почту, краткое письмо, чтобы у меня была связь с вами по электронной почте. Я вам дам необходимую информацию для более подробной анкеты и потом буду вести. Когда у меня люди занимаются на тренажере, они получают у меня регулярно консультации через 2-4 недели. Кто слабый, через 2 недели присылает отчет, какие результаты получает новая рекомендация, то покрепче через месяц-полтора и по 3-5 лет занимаемся уже. После оздоровления профилактически. Содержание кислорода в крови 93-94%. Получается, это хорошо? Это не просто хорошо, это великолепно. Чтоб оно всегда так у вас и было. Ну, вроде вопросы закончились. Спасибо вам за внимание и за терпение. До новых встреч. Продолжение следует...